Хотели адекватных чаечек? Их есть у меня. Хочу, чтобы мужчина платил. Очень часто я слышу эту фразу от женщин на консультациях. И тут хочется дать общие две рекомендации. Хочется дать. Это нормально для чаечки. Отвяжите, пожалуйста, свою ценность, свою самоценность от денег. Тем более от чужих денег. Очень правильно. И взрослая позиция, это когда каждый человек в отношениях самодостаточный. И если женщина в отношениях ищет только денег или ищет только то, чтобы взять, она обречена на то, чтобы быть несчастливой. И еще очень здорово сосредотачиваться не на том, что я могу взять от партнера, а сосредотачиваться на том, что я могу дать. Тогда вы встаете внутренним генератором энергии и всей той благости, которую она может дать. И вам, и человеку, который строит с вами отношения. Мама... Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Мне очень часто жалуются, Саныч, почему ты показываешь только негативных чаечек. Пожалуйста. Ребят, смотрите, умиляйтесь, радуйтесь, но не забывайте. Не забывайте про женскую мимикрию, ребята. Это хорошо, что они там пытаются как-то там за мужчин и так далее, ребята. Но бдительность и еще раз бдительность. Не теряйте головы. Вот так вот и в жизни. Они вам напоют в ушки там, типа, ой, ты мой шладкий, да, да, ты главный, да. Ты глава семьи. А потом, о-о-о, алименты 18 лет, распил имущество, и ты мне жизнь всю разбил. Мои годы лучше забрал. Вот так вот и было, да. Подтвердите мои слова, ребята, в комментариях. Сначала было все зашибись, а потом было все ай-яй-яй, да. Поэтому, ребята, слушаем, но не верим. Прислушиваемся, но не верим напрямую. Считается главной женщиной мужчины до того момента, пока он не выбрал свою женщину себе для жизни. Запомнился. Как только он выбрал себе женщину для жизни, он женился на вас, да, сделал вам предложение, там и так далее, вы становитесь главной женщиной в его жизни. И ваши потребности закрываются в первую очередь. Если это не форс-мажор, если там мама сломала бедро, а у вас там намечено свидание с мужем, то, конечно же, все едут в больницу, как бы, ну, вести маму со сломанным ребром. Это понятно, это бедро, это понятное дело. Но если у вас нарисовалось какое-то, значит, какое-то свидание, а маме нужно починить полку именно сегодня, и он летит туда, да, или там как-то вам нужны деньги, вы хотите на новое платье, а мама захотела новые туфли, и они тратятся туда, то это ненормальная история. И вы никогда там не выиграете. Просто нужно говорить, что, ну, тогда тебе нужно с мамой, наверное, жить. Это маленькие сынки, они очень редко меняются, и с ними очень сложно. Знаете, у меня... Да, ребята, да, чаечки всячески пытаются отвадить тебя от мамы, от папы, вообще от семьи. Ребят, знаете почему? А потому что, как показывает практика, мужчина с прошивкой оленичей, он один в поле не воин. Мужчина самодостаточный, как бы ему, я извиняюсь, что слону дробина, там вот эти чаечки, там вот эти ЧСВ, РСП, как бы он их всех на детородном органе мотал, мотал и будет мотать, как бы всегда, ребят. Мужчина, у которого прошивка там, типа, я должен, я обязан, семья, там, чаечка, это богиня, там, и так далее. Чужие прицепчики, не проблема, не помеха, там, да. Она... Самые близкие люди, кто могут ему это подсказать, это мама, папа, потом друзья, там, и так далее. То есть, она максимально пытается их от них отгородить, чтобы не было советов, возмущений и так далее. Тут это все повод, типа, там, ты маменькин сынок, там, эту полку, что-то не можешь в другой день повесить и так далее. Во-первых, мама, папа, твои родственники, нормальные родственники, подчеркиваю, да, там, если там, действительно, как бы, ну, есть, бывают тоже, там, родственники шизанутые, как бы, но, тем не менее, да, если мы нормальных имеем в виду, как бы, это самые первые люди, не какая-то бабища с улицы чужая, тебя никто не поддержит в жизни так, как мама, так, как папа, отец твой. А она предлагает тебе их просто забыть. Честно сказать, вот, если бы от женщины услышал хоть одно слово по поводу моих родителей, типа, там, там, не езди, не ходи, не общайся, там, типа, а что ты там к ним поехал, уже бы, уже бы собирала чемодан, честное слово, уже бы собирала чемодан и даже без разговора. Человек, который пытается мной манипулировать, не будет в моем поле общения стопроцентова. Поехали дальше. Мне поражает мнение, что если мужчина говорит тебе постоянно, я люблю тебя, если мужчина проводит с женщиной достаточное количество времени, то он обязательно каблук. Если он ей помогает по хозяйству, то это все, ты каблук, это тебя жена так заставила, приручила. Для меня это какие-то пережитки прошлого. Когда мужчина добытчик, женщина по хозяйству. И когда сильные мужики не говорили, я люблю тебя при всех. То я считаю, что плохо тот мужчина, который не говорит, я люблю тебя своей женщине. И плох тот мужчина, который стесняется это сказать при ком-то Уж тогда нужно задуматься, действительно ли это любовь Потому что я считаю, если ты выбрал эту женщину Если ты ее действительно любишь То по сути тебе должно плевать на мнение общества Тебе должно быть плевать на то, что скажут люди И вообще, если уж они так говорят Что ты каблук и так далее То задумайся вообще, твои ли это люди Потому что нормальные друзья, знакомые Ну не скажут так Тут либо зависть играет в ваших отношениях Либо еще что-то Нужно говорить своей женщине, что вы ее любите Нужно ей помогать и проводить с ним время И поверьте, это классно Она еще больше начнет трясти от этого И еще больше даст вам взамен Потому что женщина это энергия Это видео Да, это энергия вагинальная Понятное дело Даже претензий никаких нету Слушайте, раньше как бы тоже Пережитки прошлого, говорят, и пораньше И стропонить как-то было неактуально мужчин Ну а что там Кто, допустим, в 80-х знал, что такое стропон Ребята, такого слова даже не было А сейчас это в радость Ты что? Ты что, блин, копытами? Стучишь на лененочек Ты что, тебе не нравится, что ли? Ты что? Я же любящая твоя жена Я же стропончик смазала Все хорошо сейчас будет Ты что, родненький? Сейчас я тебя полюблю Тебе будет хорошо Раньше такого тоже не было А сейчас это вполне себе современно И все с пониманием относятся Все отлично, все великолепно В моем понимании, что мужчина Сюсюкаться не должен Если это мужчина Ему вообще должны быть вот эти вот чужды Вот это Сюсюсюсюсюсюсюсюсюсю Вот это, короче, на людях Лапзаться с ней там, да Даже если он и поцелует женщину на людях Обнимет Это будет выглядеть мужественно То есть, когда мужчина целует женщину Я не ханжа в этом плане, именно что нельзя там целовать, можно целовать, но не сюсюкаться, сидеть на поддерживать, помогать, вот это там, господи, блядь. Что это такое, я не пойму, а? Ну что это такое? Мужчина не должен жить ради женщины и развлекать ее. Это не клоун Вася, это мужчина. В моем понимании, когда чаечка вокруг меня вьется, она идет вот так вот за ручку меня взяла, там либо за ручку, либо под руку, вот так вот она идет, она вот так на меня смотрит, она гордится мной, она уже кайфует, она уже цветет от того, что она рядом со мной идет. Ну потому что я два метра ростом, как бы чайочки на меня все так смотрят. Но тем не менее, тут вопрос в другом. Нормальная женщина так и будет делать, вокруг нее суетиться не надо. Она сама будет суетиться вокруг тебя, подчеркиваю, она сама будет от этого хотеть, потому что рядом с ней мужчина, а они вот этого тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё. А вечером будет страпончик, ребята. Давайте последнюю послушаем. Посвящаю мужчинам, которые подкатывают свои фаберже. Послушайте мне внимательно. Фаберже. То, что я вас сканирую и уже по первым там 10 секундам знаю, что вы хотите, это одно. То, что вы кичитесь своими деньгами, машинами, статусом, квартирами, домами, ресторанами. Послушайте, это всё ваше. Это ваша жизнь, вы заработали, это лично ваше. Ко мне никакого отношения не имеет это всё. Меня интересует моя финансовая составляющая. И всё, что у меня есть. Но никак не ваше. А чтобы ко мне там как-то что-то, это только отношения, это только действия. Но никак не хвастовствую. Были ваши деньги, стали наши, ребята. Как она плавно, это, знаете, как бы с двух плоскостей зашла. Типа, меня ваши деньги не интересуют, но меня интересует моё благополучие. И посему только отношения серьёзные. А что в серьёзных отношениях? Обеспечение. Как она так вот красиво вывернула, да, ребята? Только действия, только поступки. А какие чайчики поступки у нас уже уважают, да? Докажи делом, что ты мужчина, да, подари мне айфон. Отвези на Мальдивы. Дай денег, ёпта. Мне твои слова не нужны. Покажи делом, да. Ребят, а дело у нас только в финансах. Ребят, то, что мужчины делают финансово, это не дело. Дело-то совсем другое, считается. Поддержать в трудную минуту, это дело. Допустим, там что-то сказать, какие-то слова, чтобы они ей помогли, да? Даже действия какой-нибудь там в жизни, чтобы именно помочь человеку. Вот это вот дело. А всё, что делается за деньги, это развод на бабки. Вот и всё. Ну, в плане дела, я говорю, допустим, именно человечность. Ну, допустим, там вот она заболела, как бы ты ей принёс фруктов, лекарства, проведал её там по моке, да? Вот это забота, это дело. А купи мне айфон, это развод лохал на айфон, не более того и всё. Ну, как-то так, ребята. Пишите свои комментарии, ребята. Подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, только там всё самое интересное и практически без цензуры, ребята. Ссылочки все есть в описании. Здоровья вам и удачи!